Добрый день всем! Сегодня я готовлю нежные, мягкие, сочные котлеты. Несколько интересных фишек вы сможете увидеть в этом ролике. У меня смешанный фарш говядина и свинина. Мясо я перекрутила на крупной решетке. Белая булка, у меня французский багет и луковица. Багет и луковицу измельчаем в кухонном процессоре. Хлебную крошку я заливаю молоком. Все ингредиенты на экране или под видео в описании. Перемешиваю с молоком и отставляю в сторону. Измельченный лук. Лук можно мелко порезать ножом или я измельчила в кухонном процессоре маленькими кусочками. Добавила черный молотый перец и хмеля-сунели. Также соль. Два зубчика чеснока. Две столовые ложки на килограмм фарша домашнего майонеза или добавьте обычного магазинного. Если у вас домашнего нет, под рукой. Все перемешиваем. Благодаря тому, что мы лук соединили со специями с майонезом, все специи очень хорошо соединятся с мясом, с луком и фарш получится очень нежный и сочный. Хлебную крошку в молоке я добавила к фаршу. И также лук со специями и с майонезом. Немного пищевой соды, приблизительно четверть чайной ложечки без верха, что сделает фарш очень сочным и необыкновенно вкусные котлеты получаются. Я сравнивала с приготовления с содой и без соды. Очень рекомендую, приготовьте хотя бы один раз с добавлением соды. Фарш получается более светлый из-за добавления майонеза, но это на вкусе не отражается. Обязательно фарш нужно отбить раз, минимум раз 10. Прямо в этой чаше, в которой вы замешиваете. Накрываю я крышкой и убираю в холодильник где-то на 1 час, чтобы фарш настоялся, он станет более плотным. И теперь я формирую котлеты. У меня мерная ложка. Котлеты я обычно делаю от 70 до 90 грамм. Сегодня у меня по 90 грамм котлеты. Панирую котлеты в кукурузной муке, что сделает особенно приятную такую хрустящую корочку и сохраняет сочность внутри котлет. Необычный и замечательный привкус придает кукурузная панировка. И так формируем все котлеты. Можно сделать форму круглую, такую длинную продолговатую, как у меня, абсолютно любой формы котлетки делаете. Жарю я в растительном масле на огне чуть меньше среднего, чтобы они не подгорали и хорошо прожаривались. На одной стороне я обжариваю где-то 5 минут, затем я переворачиваю. Так как огонь у меня меньше среднего, котлеты получаются слегка зарумяненные. Но они потом подрумянятся, вот видите, очень хорошо. Затем накрываю крышкой и готовлю под крышкой еще 5 минут. То есть всего жарятся котлеты 10 минут. И перекладываю я в кастрюлю и накрываю крышкой. И они как бы продолжают томиться в собственном жару. И дожариваю я оставшиеся котлеты. Так как это как бы котлеты вместо шашлыка, сейчас я приготовлю маринованный лук. У меня красный сладкий лук, я добавила уксус и теплая вода градусов 30 и десертная ложка меда. Заливаю и оставляю, пока будут доготавливать котлеты. Маринад я вылила. И к маринованному луку я добавляю зелень. То, что у вас есть. У меня сегодня лук и петрушка. Можно добавить укроп, если у вас есть на данный момент. Ароматный маринованный лук добавляем к котлетам. И подаем к столу. Котлетки получаются изумительные на вкус. Очень нежные, мягкие и сочные. Не забывайте делиться своими интересными секретиками приготовления ваших самых вкусных котлет. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита. До новых встреч! До новых встреч!